Получить образование можно не только в стенах школы. Сегодня существует огромный перечень разных просветительских проектов, однако в скором будущем их деятельность будет контролироваться чиновниками. Законопроект об этом уже приняли в окончательном чтении, в чем загвоздка этого документа разбирался Олег Федоров. Продолжение следует... Они свой график работы. Они выполняют определенный объем, физика, химия, математика, количество уроков ограничено. И никто на дополнительную работу средств определенных не выделяет. И дополнительных уроков таким образом никто не создает. И просветители, общественники, они выполняют по сути функцию миссионеров. Теперь, согласно закону, общественники должны будут согласовывать лекции, семинары, мастер-классы с чиновниками. Это необходимо для того, чтобы исключить на просветительских мероприятиях разжигание социальной, расовой или религиозной розни. Так гласит новый нормативный акт. Кроме того, он должен не допустить распространения недостоверных исторических фактов. И если на бумаге это изложено понятно, то как на деле будет реализовываться закон, как чиновники будут контролировать контент на самих мероприятиях, неясно. Мы будем понимать деятельность этого закона только после того, как получат какие-то организации или учреждения первый запретительный документ, что им что-то нельзя. Поскольку сейчас мы живем в такое время, когда у нас очень много внутри самоцензуры, даже больше, чем цензурирование со стороны государства, потому что фактически многие сейчас притихли, то возникают вопросы, на что это повлияет. Законодатели попытались объяснить, для чего нужен этот закон. К примеру, один из преподавателей вуза в Санкт-Петербурге отрицал Холокост. Делал он это прямо на своих лекциях, за что и был уволен. По мнению депутатов, для недопущения подобных ситуаций и нужен закон. Об этом рассказал депутат Александр Якубовский в программе телеканала НТС «Особое мнение». Человек, который транслирует информацию и являясь при этом человеком от науки, с ученой степенью, он должен сначала то, что он несет в массы, фактически дать, вычитать таким же уважаемым людям, дабы не было допущено вот такие, но это не ляпы, это же специально сделанная вещь. Окончательно закон еще не принят. Его должны одобрить в Совете Федерации, а после он попадет на подписание к президенту. Но и так понятно, что в деятельности просветителей наступают перемены. А к лучшему они или нет, покажет время. Олег Федоров, Андрей Назаров, Василий Заводский. Новости по будням.